Следственный комитет расследует уголовное дело после трагедии в банном комплексе на юге Москвы. Статья о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка взять расследование дела под личный контроль. Утром стало известно, что скончался третий участник вечеринки, супруг именинницы, блогера-миллионника Екатерины Диденко, его зовут Валентин, звали. Компания из 18 человек отмечала день рождения. Одним из сюрпризов праздника стали 25 килограммов сухого льда, который выспали в бассейн. При контакте с водой он выделяет дым, который стелится по полу, но именно он и представляет главную опасность. Как видно из ролика, появившемся в интернете, никто из участников праздника даже и не подозревал о том, что может произойти. Хотя производители уверяют, что предупреждали о том, что реакция может быть опасной для здоровья. Вот эти радостные возгласы на видео, это настроение людей, прыгающих в дымящийся бассейн. Тогда еще никто не мог подумать, что фраза «он умер», которую мы слышали, станет пророческой. Что же произошло? Почему не жалуются на здоровье, например, продавцы мороженого, когда у них в коробках лежит этот сухой лед? Правда, без воды все-таки. Спросим врача скорой помощи Михаила Каневского. Михаил Ильич, здравствуйте. Добрый день. Так, конечно, не совсем добрые. Искренние соболезнования родным и близким покойных. Да, день действительно недобрый, присоединяемся к соболезнованиям. А вот насколько это, казалось бы, рядовой праздник, вечеринка, это можно было? То есть мозги нужны или это не очевидно, что сухой лед может к этому привести? Понимаете, люди не могли догадаться, что такое огромное количество сухого льда, а там, насколько я знаю, было пронесено около 25 килограммов этого льда, что такое большое количество льда приведет к таким печальным последствиям. Просто мы не все очень хорошо знаем химию. Понимаете? То, что мы изучали на уроках в школе по химию, а здесь огромное количество льда и вызвало такую реакцию, которая привела к фатальным результатам. То есть поколение ЕГЭ все-таки вот это отголосок. Вы знаете, да, честно скажу, я не из поколения ЕГЭ годов, но я тоже не знал, что такое количество льда может вызвать у души и такой выброс углекислого газа. А, ну вот. Что-то вот вы, как врач скорой помощи, что-то они обречены были? Или можно было их там еще откачать? Потому что сейчас пишут, что причина в том, что они как только в воде оказались и потеряли сознание, и поэтому утонули. Я объясню ситуацию, попробую объяснить данный механизм. Значит, дело в том, что углекислый газ, он не поднимается вверх, он опускается вниз. И люди попали, стали задыхаться, начался стек легких. И присутствующие, как я много раз говорил, не умели и не хотят уметь оказывать первую помощь. То есть началась суматоха, началась паника. Никто не мог сделать ни непрямой массаж сердца, ни искусственную вентиляцию легких. Если что-то это было, то какая-то надежда еще могла быть. То есть вот эти элементарные методы, самые простые, да? Конечно, у нас все умеют только. Достать свои смартфоны и начинать снимать. Аварию или где-то пьяного тащат по земле. Вот это у нас люди умеют делать. А оказывать первую помощь не умеют и не хотят уметь этого делать. А сколько времени до прибытия скорой? Или скорая бы уже в любом случае не... Скорая, понимаете, здесь какое-то время все равно проходит. Потому что скорая не может телепортироваться через 5-7 минут. Время какое-то должно... Проходит оно. Это все еще зависит от того, где была ближайшая бригада. На каком ли вызове. Действительно ли он был экстренный и срочный. Тот вызов, где были бригады. Вот. Поэтому тут очень много таких моментов. Пропадайте, Михаил Ильич. Да, ну то есть, если бы какие-то элементарные хотя бы попробовали, шансов было не факт, но шансов было больше, да? Шансы бы повысились. Повысились, понимаете? А так я могу даже предположить, что смерти еще будут. Там же не 3 пострадавших было. Там больше их. Да, не дай бог, конечно. Вот. Ну такая ситуация, что углекислый газ проник в организм, и организм до времени получил кислорода. Мозг отмирает. Вот так. А тот сухой лед, который мы видим, вот в быту, пока он не контактирует с водой, или пока не в тех количествах, да? А потом, понимаете, я понял, о чем речь идет. Это лед лежит в мороженом. То есть, он просто охлаждает мороженое. Там единичный. Там абсолютно незначительно. То есть, никакой вред он причинить изначально не может. Спасибо, врач скорой, медицинской помощи Михаил Каневский. Будем надеяться, что жертв больше все-таки не станет вот в этом печальном случае, в этой трагедии. Блогера Екатерину Диденко, на вечеринке которой три человека, трое погибли в бассейне сухим льдом, затравили в интернете. Пользователи возмущают, что провизор и, как она сама себя называет, аптечный ревизор, не знала об опасных свойствах сухого льда. Да, теперь они сомневаются в том, что девушка действительно разбирается в лекарствах, о которых столько пишет. 28 февраля компания из 18 человек отмечала день рождения в одном из банных комплексов столицы вечером. Одним из сюрпризов праздника стали 25 килограммов сухого льда, который выспали прямо в бассейн. При контакте с водой он выделяет дым, который стелится по полу. Кислород уходит наверх, внизу ничего не остается, дышать просто нечем, только углекислый газ. Но именно вот эта ситуация и представляет главная опасность. Как понятно из видео, которое появилось в интернете, никто из участников праздника даже и не подозревал о том, что может что-то произойти. Хотя производители уверяют, что предупреждали, и в том числе и мужа, погибшего мужа Диденко, о том, что реакция может быть крайне опасной для здоровья. Екатерина окончила Пятигорский фармакологический университет. По образованию она провизор и до декрета работала в аптеке. Однако из чего состоит сухой лед и как он может повлиять на людей, она почему-то не знала. Каждый фармацевт обязан знать, какие химические соединения опасны для человека. Уверен доктор химических наук Генрих Эрлих. Обязан знать. Это любой школьник должен знать, что такое сухой лед. То, что это твердый СО2, это в общем-то должен знать любой школьник. Даже не то, что провизор, который в общем-то проходит химию в своем этом самом фармацевтическом техникуме или что там она заканчивала. Вот массу электронов можно не знать, но это нормально. Вот сейчас очень часто показывают химические опыты в разных аудиториях. Я уж не говорю о Ютьюбе, где огромное количество роликов. Но в аудиториях всегда эти опыты почему-то их очень любят показывать, когда сухой лед бросают в воду или еще в какие-то там жидкости. То есть это действительно показывают очень часто и в принципе должны объяснять, что при этом выделяет углекислый газ. Если этого не объясняют, это тоже ужасно, но вот я видел пару таких представлений, там вроде говорят, что это СО2 выделяется. То есть это такая вещь совершенно распространенная. Кроме этого, людей возмущают, что девушка, потерявшая мужа, продолжает выкладывать сторис. В последних записях она плачет и просит психологической помощи. При этом на видео наложены фильтры и сделаны продуманные подписи, да и макияж на месте. Психолог Павел Живниров считает, что такое поведение абсолютно нормально. Когда люди попадают в такие ситуации, для них, их подписчики, это не просто как незнакомые им люди. Это определенная аудитория, с которой этот блогер довольно-таки давно коммуницирует и взаимодействует. И получает уже от них уже какую-то поддержку, какие-то советы, какое-то отношение. И то, что так происходит, это не связано с помешательством как таковым. Потому что в чем помешательство? В общении с людьми нет такого помешательства. Мы все всегда хотим, чтобы нас люди поддерживали, чтобы нас люди оберегали, чтобы нам говорили хорошие, приятные вещи. Здесь, скажем так, просто это способ, некий способ. Она могла обзванивать всех своих близких по телефону и тратить на это время. А могла просто выложить такой сторис и потом дальше сидеть, плакать и читать комментарии. Что люди пишут, как они ее поддерживают, чтобы немножко успокоиться, увидеть некое будущее у себя, что не все закончено и так далее. Это просто попытка точно так же поделиться своим горем с близкими людьми. Просто в этом случае близкие – это те, с кем ты давно общаешься через социальные сети. Однако подписчики Екатерины Диденко так не считают. Они критикуют блогера за карикатурности, неестественность страданий на видео. Доцент кафедры социальной психологии СПБГУ Татьяна Янчева считает, что в России пока не сформировалось отношение к скорби в новых реалиях. Это естественная реакция. Пока еще в нашей культуре такое поведение, в общем, не очень свойственное. Людям на большинство раздевается вот эта потребность или желание. Возможно, что это запрос на поддержку вот как раз у этой женщины, но людьми это читается как то, что эта ситуация используется для пиара, чтобы привлечь внимание, получить какие-то там реакции на свою трагедию. Это, в общем, не очень свойственно нашей культуре. То есть сказать бы, что это вот люди, вот в данном конкретном случае, что люди стали настолько жестокими, люди стали более весимыми, да, люди зоблены больше, может быть, чем раньше в силу. Ну, вексимных обстоятельств, неопределенности, динамичности, с которой невозможно справиться, это повышает агрессию всегда. Делом занялся Следственный комитет в статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка взять расследование дела под личный контроль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!